Расскажи, пожалуйста, впечатления от игры и какие задачи вы ставили с нами? Ну, сыграли игру с Чертанова, прежде всего для тонуса, можно сказать, потому что давно мы не играли. Сезон последнего матча Чемпионата России закончился довольно-таки давно, поэтому для тонуса вспомнить взаимодействие. Пока есть время, почему не сыграть такой матч. Как силы соперника и в целом, можно ли этот матч считать реальной подготовкой к Сан-Марине? У нас каждый день подготовка и этот матч, конечно же, тоже подготовка к предстоящему матчу. Поэтому я так думаю, что команда Сан-Марина будет играть в такой же манере. И сегодня такая была подготовка. Стойте в тачке с ноль? Да, никак не буду говорить про результат. На самом деле, главное – три очка. Эти очки мы должны брать, понятно. Если забьем много, будет хорошо. Учитывая счет, нет ощущения, что по уровню сопротивления было бы болезнее двусторонку сыграть? И тогда как там активность? Ну, это вопрос не ко мне. Наверное, главному тренеру задавать такие вопросы. У нас сегодня была игра, мы ее сыграли, выполнили, что-то выполнили, что-то не получилось. Что надо было или что не надо было, это лучше задавать тренеру. По твоим личным ощущениям, где тяжелее? По моим личным ощущениям, конечно, тяжелее играть с соперником, которого ты не знаешь. Сегодня лучше было сыграть чертанов. Вам, кстати, во втором тайме пришлось играть в том числе и с партнерами, с которыми вы так много играли, наверное. Много на мячок было. Что скажете о взаимодействии, о понимании именно того времени, когда вы играли? Ну, с каждой минутой нахождения в сборной, с каждой минутой на тренировках, на этой игре мы лучше понимаем друг друга. И я думаю, к Сан-Марине уже никаких проблем с взаимопониманием не должно быть. Честно, с Дмитрием Бариновым как вы расходились в центре? Прекрасно, прекрасно, конечно. Он выжигал, я так наблюдал. Ром, как сейчас эмоциональное состояние, учитывая, что позади сложный сезон? Удалось ли полностью переключиться уже на дела с бомбой? Да, удалось. На самом деле сборная помогает переключаться быстрее, потому что здесь уже другие цели, другие задачи. Если бы, наверное, я не вызывался в сборную, тогда, наверное, тяжелее было бы все забывать. А так, переключение на сборную, конечно, помогает забыть предыдущий сезон. Роман, играли еще не против команды Игоря Осенькина, тренера, который в вашей карьере сыграл предметную роль. Если можно прокомментировать в какую, насколько было интересно сыграть против его команды? Ну, да, Игорь Витальевич, я с ним работал, работал довольно-таки, ну, давно, наверное, года два-три. Очень хорошо его знаю, знаю, что он очень сильный тренер. Это, ну, не то, что там, это серьезно, очень сильный тренер, очень грамотный, очень хорошо готовит футболистов. Если так посмотреть, то у него очень много его футболистов играет и в премьер-лиге, и в первой лиге. Поэтому и сегодня, в принципе, команда Чертанова, понятно, что уровень другой, но они грамотно оборонялись и старались нам создавать проблемы. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...